В столице Чувашии назвали обладателя титула «Учитель года-2019» среди столичных школ. На него претендовали 23 педагога. Классный час, открытая дискуссия, видеопрезентация и образовательный проект. Несколько дней лучшие учителя провели в конкурсных испытаниях. В итоге в финал вышли 7 педагогов. Они набрали максимальное количество баллов по итогам двух этапов конкурса. Но и это еще не все. В финале участники должны были ответить на вопросы о столице Чувашии. Что бы Вы хотели улучшить в нашем городе? Я люблю этот город. Я люблю улицы, воздух, динамику, жизнь этого города. А когда любишь человека, ты его принимаешь такой, как он есть. Поэтому можно поменять. Но все изменения я с радостью встречу и приму его таким, как есть. Я люблю Чувашии. Учитель года – конкурс, который проводится вот уже почти 30 лет. И с каждым годом растет количество желающих принять в нем участие. Я считаю, что самые лучшие, самые талантливые, самые красивые, целеустремленные учителя работают в городе Чебоксары. И чтобы из года в год они повышали свое мастерство, выявляли лучших. И с этой целью проводится этот конкурс. Я первый раз принимаю участие в таком конкурсе. Как решила? Ну вот, как-то решила того, что надо открывать новые горизонты. И надо попробовать полететь в космос. Светлана Мордикова тоже впервые решила поучаствовать, хотя работает учителем начальных классов уже 29 лет. Конечно же, трудности возникают. Даже несмотря на то, что 29 лет педагогического стажа, очень сложно показать себя со всех сторон какой-то настоящий педагог. И я очень благодарна своим педагогам, которые меня поддержали, помогали. И мы только вместе, благодаря моим коллегам, добрались до финала. Победителем муниципального этапа стала Наталья Иванова, учитель общества знаний, экономики и права лицея номер 4. Теперь именно ей предстоит защищать честь города Чебоксара на республиканском уровне. Он пройдет с 11 по 12 апреля. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова